Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня мукпанг, мои любимые голубцы. Здесь 11 штук, не знаю, смогу ли я все это съесть, но выглядит очень аппетитно. Их я приготовила, кстати, сама. И крабовый салат, который быстренько приготовила моя мамочка. Я его очень люблю, он мне напоминает детство. Я помню, когда мы были маленькие, его готовила моя тетя, жена моего дяди. Вот с тех пор я его просто обожаю, и он чисто у меня ассоциируется с ней. Здесь у нас оливки, мои любимые, и салатик. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Сказать, что у меня плохое настроение, у меня, знаете, такое странное состояние, мне нужно выговориться. Именно поэтому я решила снять мукпанг и спросить у вас вашего совета. Начну, пожалуй, с самого начала. Кто не в курсе, впервые на моем канале, кто не знает, у меня есть квартира, которую я купила самостоятельно, без помощи родных, близких, ипотеки. Чисто сама накопила и купила. В этой квартире я не проживаю. Я ее сдаю на протяжении уже двух лет. И последние два месяца там жила девушка, которая приехала из Москвы делать себе ринопластику. Она говорила, что в Москве эта операция стоит значительно дороже, чем здесь. И тем более здесь у врачей больше опыта, потому что каждый третий здесь делал ринопластику. После операции был период реабилитации. И плюс ей здесь понравилось. Она решила здесь остаться. Но когда она заезжала в мою квартиру, она изначально сказала, что я ненадолго, потому что каждые три месяца я должна переходить границу. А так как сухопутная граница, она закрыта уже на протяжении долгого периода после коронавируса. Ей надо лететь в Москву. Если она все равно летит туда, она говорит, что возможно я там месяц где-то останусь. И поэтому на меня надолго не надеетесь. Изначально она это сказала, что все девушки невероятно пунктуальны. Вежливая, этичная. В период реабилитации она здесь даже нашла работу. И она как бы работала, оплачивала квартиру. Один раз была ситуация, когда мне звонил комендант и сказал, что ваша квартиросъемщица затопила соседей снизу. Она моментально просто приехала с работы. Буквально за 15-20 минут. Как оказалось, затопила не она, а какие-то другие соседи. В общем, к ней пришли, проверили. Оказалось, что у нее никаких там проблем нет. В общем, девушка очень пунктуальная. Милая. Я бы была рада, если бы она лет 10 жила бы на моей квартире. Но, к сожалению, были вот эти вот обстоятельства. Кстати, носик ей сделали совсем малюсенький. Такую, знаете, пипочку. Где мой телефон? В общем, она мне заранее сказала, что она выезжает. У нее было оплачено до 21-го числа. Она сказала, что 21-го она выезжает. Я сказала, окей. Но я, честно, расстроилась, что она выезжает. Потому что мне она, как человек, безумно понравилась. И когда я пришла у нее принимать ключи, я увидела просто идеальный порядок, все по местам. Действительно, очень аккуратная девушка. В общем, я ее очень довольна. И носик ей классный сделали. Такой маленький, прям пипочку. А у нее до этого был достаточно большой нос. Мне вот иногда пишут хирурги для сотрудничества. Они говорят, вот у вас и так и маленький нос. Если мы еще его прооперируем, это будет вообще малюсенький просто нос. На кавказской девушке малюсенький нос. Как же это будет красиво. У Баку есть блокер. У нее вот изначально был такой же нос, как у меня. Она его прооперировала. Девочки, такой маленький. Получился такой красивый. Поэтому иногда у меня руки чешутся. Особенно, когда мне хирурги пишут, что можно почти бесплатно это сделать. Но я, естественно, бесплатно не хочу. Лучше я сама выберу врачу. Сама напишу ему. Пусть даже будет небольшая скидка. Но врача я выберу сама. Но сейчас не об этом. Мы немножко отвлеклись. В общем, я знала, что 21-го она выезжает. Она сказала, что в 10 она отдаст ключи. Потому что только в 10 она освобождается с работы. Я спросила у нее, нашла ли она квартиру. Она сказала, что да, она нашла. И даже отдала задаток. После ее этих слов я поставила квартиру на сайт. Выложила. Кто живет в Баку, тот в курсе. Какой ажиотаж просит на съемное жилье. Когда мне раньше об этом говорили, я все думала, блин, хватит преувеличивать. Успокойся уже. Ну, вот вы не поверите, если я скажу. Где-то за полчаса мне позвонила человек, наверное, 30. Всем, кто звонил, я объясняла, что квартира еще не освободилась. Сегодня в 10 мне дадут ключи. Если вам интересно, то в 10 приходите на смотри на квартиры. Среди всех этих людей я не планировала прям сразу в этот же день задавать квартиру. Я хотела посмотреть на людей, сделать вывод, кто подходит мне, кому нравится квартира. То есть определенный такой кастинг. Ну, вот среди этих людей был один молодой парень, который объяснил, что он хочет там жить со своей девушкой. Он был очень активен. Он просто звонил каждые 15 минут. И мы ему сказали, что квартира освободится в 10. То есть в 10 мы получим ключи. И полдесятого он уже сидел в машине под нашим домом. Он говорит, что я уже приехал. Мне срочно нужна квартира. Я, если честно, изначально маме сказала, говорю, это просто парень и девушка. Они сегодня встречаются, завтра они могут поругаться. Расстаться. Потом опять ищи квартиросъемщиков. Я говорю маме, что лучше сдать квартиру семье. И детьми. Тем более людей просто навалом. Найти человека не проблема. И, в общем, вот эта девушка вывозит вещи. И в этот момент люди приходят, уходят. То есть так получилось, что смотри на квартиры, параллельно проходит тому, как она выезжает из этой квартиры. И, в общем, вот этот парень, который сидел в машине за полчаса до того, как нам отдали ключи. Он поднялся со своей девушкой. И в этот же момент был еще другой клиент. Более адекватный, кстати. И он даже немножко разозлился. Он говорит, если другой человек смотрит квартиру и берет ее, зачем меня сюда позвали? И он на самом деле был прав в какой-то степени. Он вообще живет на другом конце города. И он приехал смотреть квартиру. Это чисто мой косяк на самом деле. Я просто подумала, что оба посмотрят. Я уже сделаю вывод, кому сдать. Но получилось так, что они в один и тот же момент. В общем, этот второй клиент даже разозлился. Говорит, зачем меня вообще сюда позвали, если есть другие клиенты. И ушел. Я вам скажу так, был абсолютно прав. Если чисто мой косяк, я это признаю. В общем, я сдаю квартиру им. Они оплачивают. Я объясняю, как что работает. Показываю, что работает техника. Все отлично. Как работает стиральная. Как загружать деньги на газ. Я все это показываю. Объясняю. Беру деньги. Даю им ключи. И ухожу с чистой совестью с мамой. Потом мне звонит вот эта девушка, которая жила дом. Которая из Москвы. Она мне говорит о том, что ее кинули. Представляете, вот я вам почему это рассказываю. Чтобы вы не попадали в подобные ситуации. Она на сайте увидела квартиру. Позвонила по номеру телефона. Ей сказали, что эта квартира уже вот-вот сдается. Если вы хотите эту квартиру, то сразу кидайте задаток. Она не посмотрев квартиру, не увидев конкретно людей. Кинула на карту задаток в размере 100 монат. Это 60 долларов. И после того, как она кинула деньги, ее просто взяли и заблокировали. Но она пока что вещи перевезла к бабушке. Она как бы на улице не осталась. Не переживайте. Она собиралась уезжать, но... Она хотела все-таки свои вещи оставить на квартире, на другой. В общем, там целая история. Так что будьте аккуратнее, пока вы не видели квартиру. Пока вы не разговаривали с хозяином. Напрямую. Никому деньги не кидайте. И самое интересное происходит сегодня. Вчера все отлично. Мы попрощались. Они такие радостные. Спасибо, что именно нам дали. Мы здесь с ней ищем квартиру. Никак не могли найти. Сегодня утром я просыпаюсь. И вижу несколько сообщений от девушки. Первая моя мысль. Я думаю, может, что-то не знает, как работает. Не знаю, там комби. Стиральная машина. Там ключи. Не знаю. Любой вопрос. Я просто не ожидала услышать это. Открываю голосовое сообщение. И девушка говорит. Вы знаете, я передумала. Я поняла, что это очень далеко от моей работы. Я работаю там в таком месте. А эта квартира находится здесь. И мне ехать 11 станций. Я такая, честно, в шоке просто. Прямо при ней. Звонила столько людей. Я удалила объявление. Кто в курсе, вместе один раз можно выставлять объявление на этом сайте бесплатно. А если уже второй раз ты выставляешь, то это уже стоит денег. Потому что вот эти риэлторы, они ставят в месяц несколько объявлений, чтобы они платили за это. Второе объявление уже стоит за деньги. Старким людям я отказала. Абсолютно адекватный человек, который пришел с семьей и с ребенком, ему тоже пришлось отказать. И тут на следующий день она выдает, что отдайте мне мои деньги. Я передумала, я жить здесь не буду. Мне кажется, дело тут не в том, что квартира находится недалеко от ее работы. Мне кажется, просто они поругались. Не знаю, за чего. Я просто могу лишь предполагать. За квартиру заплатила она. Со своей карты. Возможно, она хотела, чтобы парень заплатил за квартиру. Потому что, когда речь пошла об оплате, он такая сразу повернулась к нему и говорит, с какой карты будем платить. Потом он такой сказал, типа, решим вопрос. И она заплатила со своей карты. В общем, я не знаю, в чем проблема. Я решила позвонить парню. Честно, мы им не собирались сдавать квартиру. Просто они были настолько активны. Они были настолько, не побоюсь этого слова, настырны. Поэтому как-то пришлось, так скажем. Потому что были и другие варианты. Семьи, студенты, две девочки и так далее. Так получилось, что они просто были самыми активными. Они просто звонили каждые 15 минут, что нам очень нужна эта квартира. Точнее, мама звонит парню. И спрашивает, в чем проблема. А парень вообще не в курсе. Он говорит, я сейчас за рулем еду на работу. Мы не собираемся съезжать. Я не знаю, говорит, что произошло. Я сейчас, говорит, с ней поговорю. В общем, он ей позвонил, видимо. Что-то там они обговорили. И обратно мне никто не перезванивал. Вот что делать в такой ситуации. Я лично считаю, что таким людям уже дальше доверять квартиру не стоит. Вот они оплатили месяц, пусть месяц живут. А потом уже надо искать других людей. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы моя девушка из России вернулась. Мне было очень приятно с ней коммуницировать. Чисто плотная, умная. Всегда вовремя ответит. Коммунальные все-все-все заплатила. В общем, очень классная девчонка. Мне она безумно понравилась. Но, скорее всего, вещи перевезет на какую-то недорогую квартиру и сама уедет на время в Москву. Но потом она вернется. Я бы хотела, чтобы она вернулась и заехала ко мне. Потому что вот такая девчонка. В общем, я просто не знаю, как реагировать. Вот как вы бы отреагировали на такое поведение? Тем более, они сами видели этот ажиотаж. Это мое время. Я своей подружке рассказала, чеченке и НАСА. И НАСА, если меня сможешь огромный привет. Она мне там со своей работой истории рассказала о неадекватности некоторых людей. Но я поняла, что это еще мелочи. То есть аргументы, которые приводила она, звучали максимально глупо. Она говорит, эта квартира просто далеко от моей работы. Ты сама приехала на эту квартиру. Ты знаешь, где она находится. Во-первых, я не знала, где она работает. Еще почему такой ажиотаж на квартиру? Она находится очень близко к метро. Буквально 3 минуты ходьбы. Я, когда ее покупала, мне противник говорил, да какая разница. Близко к метро. Далеко от метро. А теперь, вы знаете, я понимаю, насколько это важно. Все, кто звонят, спрашивают, как далеко от метро. Поэтому хорошо, что я в то время учла этот аспект. В общем, сейчас я не знаю, что делать. Возвращать им деньги, их выселять. Вроде как, парень вообще не в курсах, что она отказалась от квартиры. Он вроде с ней созвонился, и они что-то да и решили. Но в дальнейшем, стоит ли им дальше доверять квартиру, если они один день так думают, другой день по-другому. Поэтому хотелось бы найти людей на долгосрочную перспективу. Вроде людей много, но ты не знаешь, кто конкретно будет жить там действительно долго. А вообще, сказать честно, мне безумно повезло, что я прям, знаете, быстро-быстро купила эту квартиру, потому что сейчас точно такая же квартира стоит почти в два раза дороже. То есть, я купила ее за 65, получается. А сейчас такая квартира стоит стольник. То есть, настолько недвижимость подорожала за три года. И вот люди, которые мне пишут, ой, вкладывать в недвижимость, это глупо, лучше жить на разных съемных квартирах всю жизнь. Квартира становится старой. И все дела, вот я с вами не согласна, честно. Я считаю, что я сделала очень умный поступок. И каждый месяц, когда я получаю деньги, у меня такое ощущение, что кто-то мне эти деньги дарит. Даже учитывая все амортизационные исчисления, которых не так много, можно считать, что, например, в год, два месяца, деньги за квартиру, их просто нужно тратить на саму квартиру, на ремонт, на сантехнику, все остальное и так далее. В мечтах, конечно, у меня есть еще одна квартира. Вот, просто не хочется было болеть, вдруг не получится. Когда получится, обязательно вам расскажу, что, как я сделала, какую схему я применяла. Я наелась, было очень вкусно. Несмотря на все эти аспекты, у меня замечательное настроение, все будет пучком. Я вас всех очень люблю. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Пока.